Добрый вечер на 12 канале итоговый выпуск новостей в студии Екатерина Булучевская и вот главная тема этого дня. Состояние тяжелое, но уже не критическое. Единственного выжившего в аварии, в которой погибли трое полицейских, перевели в общую палату. Сточное дело. В одном из домов на Московке прорвало канализацию, подвалы превратились в болото. Хозяева не только в тайге, а в Тарском районе медведи вышли к людям. Пропал в Омске, нашелся в Казахстане. История чудесного спасения пса, который несколько дней погибал на Иссельпульской трассе. И баня, поплавок. 12 канал побывал на самом необычном судне региона. Центробанк снизил ключевую ставку еще на 1,5%. Теперь она опустилась на досанкционный уровень и составляет 9,5%. Решение Совета банка, как утверждают специалисты, предсказуемо. Центробанк уже опускал ставку на внеочередных заседаниях. Также поступили и на запланированном. Такие меры, убеждены эксперты, сделают кредиты более доступными для потребителей и улучшат покупательскую способность. За последние 4 месяца рынок недвижимости встал на стоп. При рекордной ключевой ставке в 20% россияне практически остановили сделки. Сейчас ставки по ипотеке должны снизиться. Однако при этом, успокаивают эксперты, не стоит ждать резкого роста цен на жилье. Чтобы раскачать рынок, потребуется около полугода. На решение снизить ключевую ставку повлияли низкие темпы прироста цен на товары и продукты в мае и начале июня. Уменьшился и ажиотажный спрос в магазинах. Кстати, ставка в 9,5% это еще не предел, считают специалисты. Она может опуститься еще на 1%. Возможно, такое решение примут на следующем заседании 22 июня. Сейчас инфляция замедлилась, даже произошла небольшая дефляция, поэтому банк идет на понижение ставки. Снизятся ставки по кредитам, снизятся ставки по депозитам. Те выгодные депозиты, которые вводились банками, они вводились как раз примерно на 3 месяца. И поэтому сейчас большинство россиян, скорее всего, будут эти деньги изымать и во что-то их либо вкладывать, либо тратить. Пассажира, который выжил в смертельном ДТП с тремя полицейскими, перевели из реанимации в обычную палату. Трагедия, напомню, произошла накануне. Томские силовики через наш регион возвращались из Челябинска. Там задержали скрывавшегося от права судья подозреваемого. И на обратном пути служебная ладовеста по неизвестным причинам выехала навстречу, прямо под большой груз. Многотонная фура смяла легковушку. От удара автомобиль перевернулся и вылетел в кювет. Водители двое оперативников уголовного розыска погибли. Выжил лишь 23-летний преступник. Его доставили в Калачинскую ЦРБ. Сегодня врачи оценивают состояние пациента как стабильное. Его жизни больше ничего не угрожает. В палате подозреваемого уже дежурят силовики. Позже мужчину транспортируют в Томск. Правоохранители тем временем продолжают устанавливать причины ДТП. Проблема с душком. В редакцию 12 канала обратились жители сразу нескольких домов на окраине Московки. Из-за постоянных прорывов канализации их улица постепенно превращается в общественный туалет. Аварии стали причиной провала в земле и затопления подвалов многоэтажек. Анастасия Донец продолжит. Валилась в нескольких местах трасса около остановки. Второй провал. Это видео в редакцию 12 канала прислали жители дома номер 149 на 6-й станционной. По их словам, земля из-под ног начала уходить еще несколько лет назад. Обвалы грунта происходят из регулярных прорывов канализационных труб. Каждый раз во время аварии наружу вырываются потоки нечистот и заливают пешеходную зону. Выходят с торта, и мы даже там плавали в полном смысле. Этому подъезду вообще дышать не было. Чтобы решить проблему, подключились администрация Ленинского округа и водоканал. Воду из канализации ежедневно откачивают. Так снижают нагрузку на износившиеся трубы. Однако, мячи уверены, этого недостаточно. Видимо, трасса непригодна совсем. Ее нужно ремонтировать. Мы хотели бы, чтобы отремонтировали, чтобы мы летом наслаждались все-таки летом, а не ароматами канализации. В администрации Ленинского округа рассказали, канализационные коллекторы на самом деле сильно изношены. Об этой проблеме знают и решают ее. В ближайшее время ремонтом аварийного участка займется Омский водоканал. Отторгованы работы по замене этого коллектора целиком. Подрядная организация уже выбрана. Сейчас проходят формальные процедуры перед заключением договора. То есть мы сейчас заключим договор и приступим к полностью замене этого коллектора. И до конца года сделаем, и проблема этого уйдет. Пока сюжет готовился к эфиру, провалы грунта рабочие успели ликвидировать. Их засыпали землей. Аварийные участки огородили. Так что в ближайшее время, как надеются жители, их проблема будет решена. И они смогут спокойно открывать окна и дышать полной грудью. Новый поворот в громкой истории Павла Живодера, каратиста, избившего 9-месячного младенца. Силовики намерены возбудить уголовное дело по факту неисполнения обязанности по воспитанию на сожительницу подозреваемого. Скандал, напомню, прогремел в регионе в середине зимы. Мать 9-месячного мальчика для оформления детских пособий отправилась в Нижневартовск. И оставила троих детей на сожителя. Тот с ролью отчима не справился, разозлился из-за детского плача и избил младенца. Он по-прежнему в больнице. Ну а сегодня стало известно, что суд лишил женщину родительских прав. Если силовики добьются возбуждения нового уголовного дела, горе матери может грозить до трех лет тюрьмы. Пропуск во взрослую жизнь сегодня получили 14-летняя мячина и более отличившиеся в учебе, спорте и в общественной жизни. Торжественная церемония вручения паспортов прошла в областном Заксобрании в рамках всероссийской акции «Мы граждане России». Кроме самого важного в их жизни документа, школьники получили и по экземпляру Конституции страны, как отметил первый вице-губернатор Валерий Бойко, паспорт станет для ребят пропуском во взрослую жизнь, где им предстоит принимать самостоятельные решения, нести ответственность и делать выбор. И важно, чтобы они всегда руководствовались осознанием того, что являются гражданами России, государства с великой историей. Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы были по жизни успешными, удачливыми. Не стесняйтесь реализовывать свои лучшие качества, чтобы вами гордились. Прежде всего, ваши родители, которые присутствуют здесь в этом зале, школа, в которой вы учились, ваши друзья, с которыми вы дружите и будете идти по жизни. Для меня большая честь, что сегодня в такой торжественной обстановке я стала обладателем паспорта, но также для меня это и большая ответственность. Праздник тех, кто и днем, и ночью на страже здоровья и жизни других людей. 19 июня в стране отметят День медицинского работника. 12 канал запускает серию материалов, посвященных омским врачам. Сегодня героиня нашего материала – педиатр, ревматолог Лусине Устян. Уже несколько десятков лет она заботится о самых маленьких пациентах. От такого приветствия настроение поднимается и у маленькой пациентки, и у ее мамы. Диагноз ребенка непростой. Пару лет ушло на то, чтобы найти причину недуга. Вот уже несколько недель пятилетняя Василиса находится в стационаре второй детской больницы. Лечение процедуры весь день расписан. Всегда рядом лечащий врач Лустиная Коповна. Даже ее присутствие успокаивает и добавляет оптимизма. Понятно все скажет, понятно, как, что, где. Даже если непонятно, все равно расскажет. Мне нравится. Быть доброй с детьми – не обязанность, а зов души, объясняет педиатр-ревматолог. Быть именно детским врачом – осознанная мечта. Профессии врач посвящает уже 23-й год своей жизни. Общение с детьми. Мы заряжаемся от них положительными эмоциями. Дети всегда, несмотря на то, что они тяжело болеют или какие-то есть проблемы, они более жизнерадостные, всегда позитивные. И когда ребенку становится лучше от этого, улучшается настроение не только у них, но и у нас. И поэтому мы тоже должны своим видом, отношением показывать детям, что все будет хорошо. Впрочем, как и любой человек, Лусянеустян дает волю и слезам. Болезни маленьких детей сильно бьют по эмоциям. Однако желание помочь малышам заставляет врача каждое утро спешить на работу, где ее ждут полные надежды и благодарности пациенты. Денис Ионос, Сергей Гаврилов, 12 канал. В честь героя в центре Омска появился мурал – огромный портрет Артема Салугина. Боец Росгвардии с честью выполнил долг, защищал мирных жителей Донбасса. Погиб во время спецоперации в Украине. За отвагу указом президента награжден Орденом Мужества. Площадь полотна впечатляет 12 на 17 метров. Рисует портрет на одном из домов на улице Лермонтова. Над ним работает художник-граффитист Эдвин Франк. Он впервые взялся за проект подобной тематики. Предложение получил от Фонда президентских культурных инициатив. Эту идею одобрило и правительство Омска области. Создание муралов в городе продолжится. Вскоре Мичи увидят портрет еще одного героя, пока имя и место, где он появится, держат в секрете. Большой труд художника. Эдвин Франк действительно неравнодушный человек, неравнодушный наш земляк. Настолько очень много я на самом деле участвовала в проектах граффити. И здесь художник действительно со всей душой подходит к своему проекту. Хочу поблагодарить жителей администрации города Омска за то, что действительно оперативно. Они понимали сразу важность проекта. И это дорогого стоит. То есть не было колебаний ни секунды. Для меня это способ сказать спасибо всем ребятам, кто делает свою работу для того, чтобы мы спали спокойно под открытым небом. Это лишь малое, что я могу сделать для своих земляков в своем городе. Накануне на фасад нанесли контур портрета, а уже сегодня добавляют цвета. Завершить работу художник планирует до конца недели, как раз ко Дню России. Добавлю, что ранее в Омском районе на фасаде школы в селе Андреевка открыли памятный знак Андранику Гаспаряну. Он принимает участие в спецоперации в Украине. Нам нужно помнить своих героев и говорить об этом молодым, говорить подрастающему поколению. И, конечно, хорошо, когда есть и визуальное изображение, потому что это помогает помнить. Найден жив у истории брошенного на трассе пса счастливый финал. Новость о бездомном животном, напомню, появилась в соцсетях в прошлые выходные. На Исселькульской трассе, недалеко от границы с Казахстаном, а мечи заметили собаку. Пожилой и, как оказалось, слепой пес пролежал на обочине несколько суток без еды. Из-за травмированных лап не мог двигаться и медленно погибал. Очевидцы бросили клич о помощи. Пристроить несчастное животное вызвалась жительница Знаменского района. Евгения Наумова, хозяйка пяти кошек и восьми собак, не смогла остаться равнодушной. И развернула настоящую спасательную операцию. Отправила за псом брата, но тогда выяснилось, что их опередили. Он поехал, но собаку не нашел. Я стала размещать информацию, искать каких-то очевидцев, потому что трасса все-таки оживленная. Но машины едут, все равно кто-то что-то, может быть, и видел. Не могла собака исчезнуть бесследно просто так. И под одним из таких постов в инстаграме откликнулась девушка, ее зовут Римма. И она потом мне написала на WhatsApp, что вот это мы, мы забрали собаку, мы ее перевезли через границу. Сейчас пес в Казахстане в приюте города Петропавловск. Комичка связалась с директором заведения. Собаку назвали Амуром, обеспечили уход и заботу. Его лечением занимаются ветеринары. И смотрите во второй части выпуска. Хозяева не только в тайге. В Тарском районе медведи вышли к людям. Вместо швейной машинки – клавиатура. Амичка создает дизайнерские коллекции в несколько кликов. 3D-костюмы уже оценили звезды шоу-биза. И баня – поплавок. 12-й канал побывал на самом необычном судне региона. Надежная имплантация зубов в семейной стоматологии. 45 06 05 Радио Монте-Карло Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Автосалон «Автобан». Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом. Коммунальная 2, корпус 1. Могут открыть охоту на медведей. В Управлении по охране животного мира заявили о возможном отстреле хищников, которые начали выходить к жителям Тарского района. Переполох среди местных навели следы, которые обнаружили недалеко от населенных пунктов. Люди встречи с хозяином тайги не жаждут, поэтому изобили тревогу. Снимки отпечатков лап выложили в соцсетях. Размер следов внушительный, сопоставим с 45-м размером человеческой стопы. Это значит, что зверь достаточно крупный. Замечают следы медвежьих лап на сельскохозяйственных полях с овсом. Там, полагают жители Тарского района, хищники охотятся на лосей. Сейчас специалисты намереваются выяснить, есть ли реальная угроза для людей. В таком случае придется провести так называемую регулировку численности животных. Инспектору в городе Тара по Тарскому району бюджетного учреждения управления по охране животного мира поручено уточнить всю имеющуюся информацию. То есть связаться с источниками, которые выдали эти данные, и перепроверить их на месте. Необходимо получить первичные показания свидетелей, а также проверить наличие следов. Ну а затем все материалы будут переданы в Министерство природных ресурсов Омской области для того, чтобы принять решение либо о регулировании численности, либо искать какой-то другой выход из ситуации. Пока следы животных заметили у деревни Петрово Тарского района, а также между селами Сидельниково и Екатериновка. Эксперты объясняют, если выяснится, что косолапы повадились охотиться в непосредственной близости от сел, скорее всего будет дан старт отстрелу. Любительская охота сейчас под запретом, поэтому заниматься регулировкой численности хищников имеют право только специалисты. Добавлю, в последнее время медведи стали все чаще выходить к людям в сибирских регионах. Хищников уже замечали вблизи населенных пунктов в Красноярском крае, Кемеровской и Томской областях. Ну а сейчас о теме, которая для некоторых считается запретной палеотивной помощи. В нашей стране к ней до сих пор относятся с опаской, хотя именно она дает шанс жить, когда медицина бессильна. 12 канал провел один день на выезде с волонтерами фонда «Обнимая небо». Специалисты показали, как помогают людям с неизлечимыми диагнозами. У волонтеров около 250 подопечных. Наш материал. Палеотивная помощь – это про шанс жить, а не умирать, говорят активисты фонда «Обнимая небо». Для этой 76-летней бабушки команда фонда уже как будто родная семья. Навещают ее, разговаривают по 30-40 минут. Знают, ответ они услышат, но такая поддержка дает стимул жить дальше. Беседы – это лишь малая часть работы. Параллельно своим подопечным оказывают и медицинскую помощь. – Работа, связанная с тем, чтобы снимать тревогу, страх, давать какую-то внутреннюю опору. То есть это больше такое психологическое сопровождение. Стараемся разговаривать, стараемся снимать иногда какие-то предрассудки. Если он мне позвонит, я его продолжаю сопровождать. Если уж совсем коротко, суть паллиативной медицины – защитить пациента от боли. Первые хосписы в России появились только в 90-х. А само понятие «паллиативная помощь» на законодательном уровне утверждено в 2011 году. Фонд «Обнимая небо» помогает тем, кто оказался вне сферы деятельности большинства благотворительных организаций. Благодаря мобильной службе волонтеры в день могут объехать до шести своих подопечных. Привозят медикаменты, перевязочные материалы, объясняют родственникам пациента, как помочь близкому человеку и как самим пережить непростое время. И самое главное – учат ценить каждый прожитый миг. У кого-то прогноз жизни несколько лет, может быть, пять и более. Взаимодействие с такими пациентами у нас может быть довольно длительным. Подержать его за руку, если он еще на это способен поговорить с ним, осознать что-то, пережить какие-то моменты. Волонтеры фонда отмечают – к паллиативной помощи у нас в стране относятся до сих пор настороженно. Некоторые даже с опаской. Работу с новыми подопечными начинают со слов «Мы помогаем жить». Есть подопечные, которых сотрудники фонда сопровождают годами. Онкология, инсульты, рассеянный склероз. Но здесь, говорят, даже самый тяжелый диагноз – не приговор. Многие, благодаря поддержке, продолжают вести полноценный образ жизни. В фонде «Обнимай небо» отмечают. Чем раньше к ним обращаются за помощью, тем проще будет помочь. Главное – верить в себя и в тех, кто рядом. В Омске ремонтируют улицу Бородина. Это одна из важнейших дорог в советском округе. Бригады уже выполнили половину от запланированного объема работ. Состояние магистрали на протяжении нескольких десятилетий оставляло желать лучшего. Сейчас асфальт меняют. Уложили уже больше километра покрытия. Обустроили ливневую канализацию, остановочные павильоны и пешеходные дорожки. Ремонт ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» и должен завершиться до 1 августа. Добавлю, что Бородина – одна из 16 городских улиц, которые преобразятся в этом году. Изменятся также дублеры улицы Лукашевича, Тарская, Спартаковская, Перелета, Шаронова и Партизанская. У нас комплексный ремонт автомобильной дороги. Ведется замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, замена пешеходных зон. Получается, у нас зоны будут в плитке, технические тротуары, замена ограждений, соответственно, остановок. Полный комплекс работ по ремонту автомобильной дороги. Шьет костюмы, не отходя от компьютера. Конструктор одежды из Омска создает виртуальные наряды. 3D-дизайнер Лариса Ларькина, в прошлом преподаватель конструирования Института текстильной легкой промышленности, предпочла освоить новую профессию. В период пандемии изучила современные компьютерные программы, сейчас уже диджитал-конструктор дистанционно работает с лучшими дизайнерами страны. В том числе и с модельером, которая придумывала образы для певца Филиппа Киркорова. Создателем виртуальных нарядов для метавселенных познакомилась Наталья Азмага. Офис в обычной однушке вмещает в себя целую метавселенную. Для работы в виртуальном пространстве Ларисе Ларькиной достаточно мощного компьютера и знаний современных программ для 3D-дизайна. В индустрии моды конструктор работает давно. Сначала преподавала в филиале Московского института текстильной и легкой промышленности, после учила студентов СИБАДИ. Стала автором двух учебников по конструированию. Когда пришло время уходить на пенсию, в интернете Лариса случайно наткнулась на курсы программного обеспечения, визуализации выкроек для одежды и завертелась. Сегодня сфера цифровизации производств или процессов охватывает все. И говорят цифровые двойники. И вот этот швейный продукт, это изделие швейное, трикотажное, неважно, оно может быть отцифровано. В индустрию моды виртуальные фэшн-показы пришли из видеоигр. Чтобы представить новую коллекцию одежды, теперь не обязательно отшивать все изделия. Достаточно создать аватаров и нарядить в диджитал-луке. Заменят ли они реальные показы, пока большой вопрос. Но эта сфера развивается стремительно. Серьезную конкуренцию заставляют разработчики метавселенных из Китая, Индии и Турции. Производство одежды – одно из самых загрязняющих планету. С виртуальными капсулами дизайнеры экономят ресурсы и время. На создание одного наряда у Ларисы уходит всего один день. Когда бренды открываются, они у меня как у конструктора спрашивают, ну и сколько мы будем шить макетов? Я говорю, готовьтесь от двух до четырех. Тогда, когда вы скажете, все окей, ткань подходит, размер подходит, все красиво, и вот это как раз четвертый этап, он может быть уже растиражирован и так далее. Вот представьте, а с цифровой технологией можно создать один макет, и он сразу же уйдет в производство. Таким образом, виртуальная одежда помогает исправлять ошибки на стадии создания и не отшивать слишком большое количество изделий, которые потом окажутся на свалке. В команде Ларисы Ларькиной четыре человека, трое из Москвы. Разница в часовых поясах не помеха, дизайнеры всегда на видеосвязи. Причем не обязательно крутить бигуди и наряжаться. Все эти сотрудников заменяют аватары. Впервые в моей практике я беру интервью у аватара. С нами на связи Анна из Москвы, Анна Грин. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада с вами познакомиться. Скажите, пожалуйста, сколько времени у вас уходит на создание одного аватара, и используете ли вы прототипы реальных людей? Я создаю аватаров и по реальным людям, и каких-то фантазийных персонажей, и лица бренда так называемые, то есть это собирательные образы. Всем девочкам хочется иметь аватара, это практически игра в кукол. Мне тоже захотелось теперь иметь аватара. На создание одного аватара уходит месяц. С него снимают мерки для лекал. В процессе виртуального пошива используется порядка 10 компьютерных программ. Сейчас Лариса мечтает разработать свою онлайн обучающую программу для конструкторов одежды 3D. А пока с удовольствием участвует в вебинарах с дизайнерами со всего мира, чтобы объяснить, что же такое диджитал дизайн. Наталья Змага, Сергей Гаврилов, 12 канал. Новые бирки для малышей. Такие теперь будут получать в шестом роддоме. Они сделаны из мягкого пластика и абсолютно безопасны. В комплекте идут два браслета. Они крепятся на руку и ногу новорожденного, чтобы упростить работу медиков. Еще один для мамы. В пакете есть и карточка для кроватки малыша. Бирка регулируется по размеру и надежно фиксируется. Не сотрутся и данные. Герметичный карман не пропустит влагу. У каждого из наших пациенток это в принципе событие, которое просто обязано остаться в памяти. Оно и остается в памяти. И вот такие вот, казалось бы, мелкие, но приятные моменты. Эти же бирочки хранятся потом. Хранятся в семейных шкатулочках, в каких-то таких вот, как семейная реликвия. То есть такие моменты очень важны. 400 таких наборов привезли депутаты партии «Единая Россия». Это только часть комплектов. В конце мая подобные вручили акушерам первого роддома. Сегодня специалистам шестого. А вскоре розовые и голубые бирки появятся во всех роддомах Омска. В общей сложности это 13,5 тысяч наборов. Именно столько малышей в среднем появляется в городе за год. Это чудесный проект, который реализуется на территории города Омска «Единой России». Это проект, направленный на идентификацию каждого гражданина города Омска как омича. И он связан с тем, чтобы мы чувствовали гордость от того, что мы родились в городе Омске. И сегодня тот проект партии «Единая Россия», который разработан именно в Омске, это мы. То есть мы, омичи, болеем за каждого омича, за всех, в принципе. Но те новорожденные, которые рождаются, это будущие омичи, которые будут вести город и страну в будущее. День России в Омске будет богат на события. Его отметим уже в это воскресенье, 12 июня. Главным хедлайнером празднования станет лидер группы Агата Кристи Вадим Самойлов. Он выступит вечером с бесплатным концертом на Соборной площади. Там же ранее в полдень на большой сцене свое мастерство представят омские творческие коллективы. Кроме того, в программе праздника шоу стронгменов и гран-при по ММА среди любителей. Омские полицейские проведут фестиваль «Безопасный город. Безопасные дороги». Посетителям покажут ретро-машины ГИБДД и современную технику МЧС. В 12.30 по Любинскому проспекту пройдет парад национальности. Его участники уже съезжаются в Омск и готовят свои костюмы. Организаторы обещают, что этот праздник будет самым масштабным среди тех, что проводились в последние годы. У нас будут представители республики Алтай, где есть горловое пение. И вам точно могу сказать, что один солист представит так свою республику, что все просто ахнут. У нас в Омске нет этой культуры, как мы понимаем с вами. Так же, как из республики Саха к нам приедут на камызик, будут на шаманских бубнах, будут играть. Вместо фундамента, понтон, 12-й канал побывал на самом уникальном судне нашего города – плавучей бани. Такую недвижимостью не назовешь, пусть и с небольшой скоростью, но она уверенно ходит по реке. Париться с конструкцией, говорят создатели, не пришлось, мастерили за год. Топят дровами, для гостей есть все удобства, душ, веники, даже аудиосистема. Есть и мангальная зона. Дома на воде или, как их еще называют, хаус-боты начали набирать популярность еще в 60-е годы прошлого века. Денис Жарков встретился с теми, кто предпочитает плыть по течению с креативом. Баня у нас на дровах. Человека 3-4 входит, ну как бы нормально. Есть душ, то есть душевая, горячая, холодная вода, все как положено. Вроде ничего удивительного, да только баня самоходная. Сергей Скрипченко любит парилку и речные круизы. И однажды решил эти удовольствия совместить. Год работы и необычное судно готово. С тех пор у Сергея и его друзей появилась традиция. Летом они каждые выходные идут в баню и идут на ней по Иртышу. У меня приятелей много, мы отдыхаем часто. Каждую пятницу, субботу, воскресенье мы на реке. Мы еще иногда баню цепляем за пароход. Ну, сейчас вы видели, пароход у меня в ремонте. Ну и куда-нибудь можно уйти далеко. И как бы жить там неделю-две спокойно. На носу мощная аудиосистема, на корме генератор, лодочный мотор, мангал и лестница на второй этаж. Здесь беседка для дружеских посиделок и рабочее место рулевого. За штурвалом друг Сергея, автогонщик Александр Чертков. Это далеко не самый экзотический транспорт, которым им приходилось управлять. В 2010-м сплавлялся по колыме на буханке с понтонами. Несмотря на неуклюжий вид, баня прекрасно слушается руля. Качка ей не страшна, сидит в воде как вкопанная. Скорость, конечно, невелика, особенно против течения. Так и строили не для гонок. Это все-таки плавучая баня. Сделана для отдыха, чтобы пойти в какое-нибудь тикое место, где нет течения. То есть заходим иногда на озеро на Огусте или в затон какой-нибудь. Там топим баню, отдыхаем. Ну а по маневренности он плоскодонный, разворачивается практически на месте. То есть маневрами у него все нормально. Хотя необычная посудина бороздит речные просторы уже несколько лет, ее появление все еще вызывает у мечей оживление и интерес. А в будущем Сергей намерен спустить на воду нечто более внушительное – полноценный хаус-бот. Это маленькое оказалось. Как бы хочется всего и сразу, да. Ну поэтому решил еще поставить 12 на 6, сделать сруб, ну и все там совместить. Это тоже будет ловучий дом в перспективе. Постройка уже началась. Вот понтоны, на которые умелец собирается взгромоздить. Деревянный дом, в котором будет все, что нужно для жизни. Две комнаты, кухня, душ, санузел и беседка на втором этаже. Делать ли в доме баню, Сергей еще не решил. Денис Жарков, Виктор Осинцев, 12 канал. Добавили в габаритах. Хомский «Авангард» подписал контракт со словацким защитником Кристианом Ярышем. На протяжении последних сезонов игрок выступал за Отаву, Сан-Хосе и Нью-Джерси. Кроме того, хоккеист регулярно получает вызовы в сборную Словакии для участия в чемпионатах мира. Как отметил генеральный менеджер Ястребов Алексей Волков, Ярыш максимально строго действует в защите, обладает качественным броском и умеет вести силовую борьбу. Срок соглашения с игроком рассчитан на один год. Помимо Ярыша, в Омск переезжает Владимир Ткачев. Последний сезон он провел в системе Лос-Анджелес Кингс, выступая за клуб АХЛ «Онтарио Рейн». Информацию об этом косвенно подтвердил Роман Ротенберг, главный тренер СКАУ, которого на данный момент находятся права на российского хоккеиста. Впрочем, «Авангард» пока новость о возвращении своего воспитанника не опубликовал. Далее прогноз погоды. Ну а сразу после этого выпуска новостей проект основан на реальных событиях Омск. Финал расследования громкого уголовного дела омского школьника, который признан зачинщиком самого масштабного акта телефонного терроризма в России. Подробности нападения московской ОПГ на биткоин-миллионера, лишившегося 85 миллионов рублей. А также больше деталей скандальной истории Павла Живодера, каратиста, отправившего в реанимацию девятимесячного малыша. Смотрите сегодня в 20 часов. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно на сайте 12-й канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра 11 июня в Омске облачно, ночью плюс 13, плюс 15, а днем 19-22 градуса жары. В районах облачно ночью плюс 12, плюс 13, дневная температура составит 18-21 градусов выше нуля. Ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Таковы новости этой пятницы. Благодарю вас за внимание и желаю хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова